Виктория Вербовская работает адвокатом 5 лет. Считает перед судом присяжных оправдать подзащитного легче. Людей, которые не имеют отношения к судебной системе, проще разжалобить, а значит и приговор они вынесут более мягкий. На такое решение не всегда оказывается справедливым, считает адвокат. Все-таки люди, которые попадают под эти статьи по жизнезаключения, это не просто мальчики и девочки, это убийцы. Поэтому я считаю, что их судьбу должны решать не эмоции, а обычно в присяжных у нас будут люди, которые не связаны с профессиональной деятельностью в суде, а именно профессиональные судьи, которые могут холодно и логически принять решение в судьбе этих людей. Выбирать присяжных для участия в судебном процессе будет специальная электронная система. Трое заседателей выносят вердикт подсудимому. Еще четверо присутствуют на суде, отмечает Татьяна Цыганкова. В разных судах количество разное, оно не пропорционально по районам, потому что зависит от статистики аналогичных дел за предыдущие пять лет. В Донецке больше всего в проэтарском районном суде 30 человек, 20 человек, 11 человек в Буденновске, ну и так далее, что там разное количество, то есть в зависимости от нагрузки. Чтобы стать присяжным, необходимо быть гражданином Украины, не иметь судимости, быть морально и психически устойчивым. Возраст не должен превышать 60 лет. Переизбирать присяжных можно каждые два года. Со стороны юстиции, со стороны судебной администрации должны быть проведены правовые семинары, на которых эти люди должны быть ознакомлены с новым уголовно-процессуальным кодексом, с правами и обязанностями присяжных. Чтобы вердикт выносили присяжные, подсудимый должен написать заявление. В каждом конкретном случае будут проверять, нет ли косвенных или прямых связей между заседателем и подсудимым. Если они есть, присяжного отстранят от судебного процесса.